Доброе утро, Вечный город! Сегодня у меня уже не первое свидание после карантина с Римом, а полноценная прогулка. Я приехала к Колизею на трамвае, так как, чтобы попасть в метро, была очередь, и я решила воспользоваться трамвайчиком, там меньше народу. Пока вся эта шумиха с карантином, надо все-таки держаться на расстоянии. Было объявлено, что музей в Италии откроют 18 мая, но так как 18 мая был понедельник, а в понедельник во всех музеях в Риме выходной, то открытие перенесли на 19 мая. Буквально через час должны будут открыть Колизей и все остальные музеи. Но вопрос в том, кто туда пойдет, если пока еще границы закрыты и нет туристов. Но все равно надеемся на лучшее, оно скоро наступит. Я сейчас направляюсь в сторону площади Венеция. Когда у меня утренние прогулки, мой муж обычно шутит. Это ты, наверное, ответственное время по выключению ночного освещения в городе. Хочет подчеркнуть, что я слишком рано иду гулять. Площадь Венеция сейчас неузнаваемая. Мало того, что прямо в центре площади, где обычно стоит рождественская елка, идут работы по строительству метро Чи, так и возле палаццо Венеция решили подремонтировать дорогу. Хотя и правда, самое время пока нет туристов. Хоть городу в этом году исполнилось 2773 года и он каменный, но после двухмесячного отдыха он как будто помолодел, посвежел и готов вновь встретить гостей. Так что мы ждем вас. Как только откроют границы, приезжайте. Многие улицы и площади Рима вымощены булыжником. Такие мостовые в разных городах Италии называют по-разному. У римских булыжников есть свое имя. И связано оно с главным собором, с собором Святого Петра. Однажды Папа Бенедикт XIII чуть не вылетел из своей кареты, проезжая по площади Сан-Пьетро. Тогда один из кардиналов решил вымостить территорию перед собором небольшими базальтовыми камнями, а позже уже и главные улицы. Такие мостовые хорошо держатся на неровной земле, ведь Рим стоит на семи холмах. Булыжники-римляне так и прозвали Сан-Пьетрини, потому что впервые их использовали на площади Сан-Пьетро. А я уже на Капитолийском холме и вижу, что Капитолийские музеи открыты. Пройдя через эту арку, вы попадете на прекрасную смотровую площадку, откуда можно с высоты взглянуть на римский форум. Там проходила вся общественная жизнь Древнего Рима. Обратите внимание, что здесь есть небольшой участок античной дороги, а по которой я иду – это уже более современная кладка. Продолжение следует... Я прошла через эту арку и пойду к той арке. А это вид на Римский форум. Пройдя через эту арку, покажу вам Тампейскую скалу на Капитолийском холме, откуда сбрасывали преступников в Древнем Риме. Такой казни преступники подвергались за предательство, убийство, лжесвидетельство. Такая казнь считалась самой позорной. Вот она сверху, это Тампейская скала. Иду по этой дороге, чтобы срезать путь. Так как иду в любимый розарий. В этом году весна прошла мимо нас. Мы сидели дома на карантине. Пусть хоть розы немного порадуют нас своим цветением и ароматом. Какой милый бар, убитый жасмином. Прям как с открытки. Тихая улочка. А эту площадь узнали по храму? Площадь Усты истины. Рим сам по себе уже город романтики. А такие места, как розарий, делают его еще более привлекательным и запоминающимся. Каждый год в конце апреля, а в этом году чуть позже из-за карантина, на холме Авентин между Чирко-Массимо и Апельсиновым садом проходит одно из необычных и фантастически красивых природных зрелищ. Здесь почти одновременно начинают цвести тысячи роз. Несмотря на скромные размеры розария, здесь растет тысяча сортов роз. Розарий разделен на две части. Одна из которых открывается на день рождения города 21 апреля, а другая после проведения ежегодного конкурса по выведению новых сортов роз. Розы, победившие в конкурсе, высаживают во вторую часть розария. Сегодня я покажу вам розы первой части розария. Вторую часть, думаю, откроют уже через неделю. Там тоже уже все цветет. Розарий открыт только во время цветения роз с 21 апреля и до конца июня. Самое лучшее время посещения сразу после проведения конкурса. Тогда есть возможность одновременно побывать в двух частях розария. Это где-то в конце мая, числа так 25-го. Это информация для тех, кто будет планировать поездку в Рим на следующую весну. Слышали про древнеримскую богиню цветов Флору? Согласно официальным источникам, первый храм, посвященный ей, датируется 3 веком до н.э. Он стоял на Авентине напротив Большого цирка, где каждый год праздновался праздник. Сегодня нет следов от этого храма. Хотя нет и ничего общего с храмом Флоры и современным розарием. Любопытным совпадением является только то, что оба они появились почти в одном месте, хотя разница появления 2000 лет. В первой половине 17 века римско-еврейская община использовала эти земли под кладбище. Именно здесь оно находилось в течение двух с половиной веков. Вплоть до 19 века здесь проходили захоронения. В 1934 году на кладбище сделали дорогу, которая сейчас разделяет розари на две части. И после того, как открыли новое кладбище в Ирану, остатки захоронений перенесли туда. В память о том, что здесь было еврейское кладбище, дорожки розария сделали в форме миноры, семирожкового подсвечника, и установлена небольшая памятная доска. С одобрения еврейской общины на этом месте сделали сад, а потом засадили розами. А те кипарисы, которые находятся рядом с розарием, напоминают нам о старом кладбище. В большой коллекции розария есть розы, выведенные не только в Италии, но и во Франции, Англии, Венгрии. Существуют как классические, так и современные сорта. И много гибридов, которые даже не похожи на розы. Как и любая коллекция, римский розарий может похвастаться редкими сортами роз. Есть вонючая роза, зеленая роза и даже роза с шипами в форме крыльев. Все розы в розарии подписаны. Вот только сегодня я пришла очень рано, и в розарии не успели закончить работу. Таблички с названиями были в тележке. А какие прекрасные названия у роз есть? Виктор Гюго, Боттичелли, Арнелла Мутти и многие другие. Сезон, когда розария открыт, длится 40-45 дней. Но климат в Риме такой, что в конце лета розы цветут второй раз. И тогда его еще раз на недельку открывают. И самое главное забыла сказать. Каждой розе можно подойти, и вход в розарий бесплатный. Пока вы наслаждаетесь прекрасными розами, расскажу вам о холме. Вся история Рима состоит из легенд, по которым мы узнаем какие-то данные про вечный город. По преданию, здесь, на этом холме, пас свое стадо коров великан Какус, который украл у Геракла быков. И чтобы запутать следы, втащил быков за хвосты в свою пещеру. Чтобы по следам можно было думать, что животные вышли из пещеры, а не вошли в нее. И здесь же, на этом холме Авинтин, Ромул и Рэм предсказали основание города. Есть разные версии, почему холм назвали Авинтин. По одной из версий, во время соревнования между Ромулом и Рэмом, кто быстрее найдет источник воды, птицы, а на латинском это звучало как авис, сопровождали Рэма, нашедшего воду на этом холме. По другой версии, название произошло от того, что в древности народ собирался здесь, чтобы отметить праздники богини Дианы. Слово «собирался» и «сбор» звучало как «авентус». Сейчас мы называем холм Авинтин. До нашей эры холм Авинтин был заселен плебеями. Было время, когда плебеи хотели объявить, что холм – это отдельный город, потому что в то время здесь уже находилось множество храмов, таких как храм в честь Дианы, Флоры, Юпитера. При императоре Клавдии холм стал заселяться богатыми гражданами. Здесь строили роскошные домусы и термы. Холм процветал. В наше время этот холм стал одним из самых романтичных холмов Рима. Здесь часто гуляют местные жители и иногда приходят и туристы. Но не всегда у туристов есть время на посещение этого холма. А кто бывал здесь, тот знает, что это удивительный уголок, где можно отдохнуть от шумного города. Можно подняться на самый верх холма до площади мальтийских рыцарей. Там можно заглянуть в замочную скважину, в которую видно сразу три государства – Мальтийский орден, Италия и Ватикан. Потом рядом находится базилика святых Бонифаций и Алексия, которая была построена в III-IV веках. Ее много раз перестраивали, но отпечаток всех прошедших времен все-таки остался. Античные и современные колонны, средневековые портики, колокольня. Олессио после женитьбы покинул дом своего отца и 20 лет проповедовал Слово Божье в Сирии. Жил в бедности, а когда вернулся домой, его не узнал ни отец, ни жена. И он остался умирать под лестницей родного дома. Эта лестница сейчас находится в церкви. В наше время в этой церкви очень часто проводят свадьбы. И еще одна базилика достойна внимания на этом холме – базилика Святой Сабины. Здесь погребен основатель ордена доминиканцев Святой Доминик. По легенде, в одной из ночей Святой Доминик молился перед церковью, когда дьявол схватил огромный черный камень и бросил его с крыши в святого. Камень задел Доминика, но не оставил ни царапины. Когда зайдете в церковь, в левом углу находится маленькая колонна, на которой лежит черный камень с дырами и царапинами, похожими на следы когтей. Это и есть легендарный камень дьявола. Будете на холме – обязательно загляните в эту церковь. А мы уже подошли к апельсиновому саду. Здесь прекрасны не только апельсиновые деревья, но и римские пиньи, которые похожи на брокколи. Такие пиньи только в Риме. Удивительно красивое место. Здесь, в апельсиновом саду, можно спрятаться, когда в Риме очень жарко, и провести прекрасный романтический вечер с бутылочкой шампанского. Как жаль, что в этом году из-за карантина я не смогла прийти сюда, когда цвели апельсиновые деревья. Теперь буду ждать осени, чтобы насладиться красотой плодов. В октябре сюда на фотосессию приезжают все молодожены. Очень красиво здесь, очень. Я так сильно скучала по этому парку. Я так сильно скучала. А какие отсюда виды на город открываются? Ватикан, видно купол собора Святого Петра, Трастевери, как на ладони. Там дальше еврейский квартал и синагога, которая видна со всех смотровых площадок Рима, белоснежный алтарь Отечества. А вот та самая базилика Святой Сабины, где находится легендарный камень дьявола. Цветущая бугенвилия у античной римской стены, красота и все-таки какое же шикарное время года весна. Светение жасмина просто завораживает. А это уже кадры с района Трастевери. Я была там не одна, и поэтому мне не удалось много снять. Но я скоро туда вернусь. Сейчас там настоящая сказка. И эту сказку надо увидеть. Люблю тебя, Трастевери. Ты такой необычный район Рима, который тоже надо уметь рассмотреть. Так сейчас выглядят станции метро. После карантина все должны соблюдать дистанцию. Синие линии и точки – это место, где мы должны находиться, ожидая поезд. Чтобы соблюсти дистанцию сидячих мест, наклеили наклейки, что здесь сидеть нельзя. Такие наклейки почти через каждое сиденье. Дистанция – дистанция. А вот когда час пик и люди едут с работы, то в общественном транспорте народу достаточно. Но работники метро следят за наполняемостью станции. И тогда на улице выстраивается очередь. После карантина мы ездим проведывать родственников. Обычно на Пасху мы собирались с большой компанией. Но только не в этом году. В этом году мы все были на карантине. И вот в мае мы распечатываем шоколадное пасхальное яйцо, вес которого 6 килограмм. А внутри сюрприз. Половина яйца была из молочного шоколада, а вторая половина – из горького шоколада. Сюрпризом оказалась рамка для фотографий. Продолжение следует... Продолжение следует...